Корейская музыкальная культура Через весь фестиваль проходит основная идея – это дружбы народа. Почему здесь будут выступать и грузинский ансамбль, и армяне, и русская народная песня. Фестиваль проводится не только для того, чтобы ознакомить, но и чтобы сплотить людей. В нашей стране проживает 220 тысяч граждан этой национальности, но культура корейцев мало кому знакома. С кухни дело обстоит проще, но, как отмечают сами сочинские корейцы, их традиции и обычаи также с перчинкой стоят особого внимания. И сегодня мы в одной гармонии с ними. И вот их культура, их трудоспособность, порядок для нас очень приемлемы. Молодежь признается, о корейцах они знают по так называемым «дарамам». Это азиатские телесериалы, получившие огромную популярность. Азиатская культура – это одна из самых же продвинутых. И в процессе интереса начал читать, искать, смотреть, и очень даже за полом душу сама Корея. Я сделал вывод, изучая историю их культуры, что это очень сильная страна и с сильным духом. К расов корейский фестиваль добавили артисты ростовского ансамбля «Кым Гансан». Услышали зрители и песни на корейском языке. Боевое же искусство Кореи продемонстрировали воспитанники спортшколы номер 5 города Сочи. Федерация Тхэквондо – одна из популярных на курорте. В конце фестиваля гостей ожидала самая вкусная дегустация популярных корейских блюд. Своё приветствие участникам и зрителям фестиваля «Все краски и культура Кореи» направила и самая известная кореянка, заслуженная артистка России Анита Цой. Это прекрасно, что у вас живет любовь к национальной культуре, желание поделиться с людьми нашими традициями, пониманием, как важно помнить о своих корнях и, конечно, об истоках. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.